Итак, перед нами главное окно программы. В данный момент в программе открыта демонстрационная база данных, которая поставляется вместе с программой и загружается при первом запуске. На ней мы и будем узнавать основные приемы работы. Собегая вперед, я сейчас покажу, как создать пустую базу данных для занесения в нее уже ваших актуальных данных. Изменю файл, открываем пункт «Создать базу данных». Новая база создается на основе открытой в данный момент базы данных, т.е. с однологичным набором таблиц. В открывшемся диалоге, в случае с Microsoft SQL Server 2000-2008, необходимо указать параметры подключения к базе данных, а в случае с Microsoft Access просто указать путь и название новой базы данных. По умолчанию предлагается новую базу данных сохранить в каталоге «Склад в торговле» в папке «Мои документы». чтобы сразу очистить от имеющихся демонстрационных данных все таблицы, нажмите кнопку «Выбрать все». Нажимаем кнопку «Создать». Здесь мы нажимаем кнопку «Да» и новая база, уже пустая, с очищенными таблицами, готовая к заполнению, загружается в программу. Все, теперь эту базу данных можно использовать непосредственно в реальной работе. Ну а мы откроем демонстрационную базу данных и начнем знакомиться с интерфейсом приложения «Склад в торговле» и основными понятиями, которые нам очень пригодятся в дальнейшем. Сначала немного теории. Основной структурной единицей при работе с программой является таблица. Именно в таблицу мы заносим данные и потом их извлекаем для анализа, построения отчетов, графиков и т.д. Таким образом, база данных состоит из таблиц. Таблица, в свою очередь, состоит из столбцов и строк, или, как говорят, применимы к базам данных из полей и записей. При наполнении таблицы данными мы заносим в нее новые записи для заранее определенных полей. Сейчас на вкладке «Товары» мы видим одноименную таблицу, в которой имеются поля «Код», «Артикул», «Товар» и т.д. В таблице уже содержатся заранее внесенные строки данных, т.е. записи. Таблица «Товары» расположена по центру окна и является главной по отношению к нижней таблице, которая является для нее подчиненной. Т.е. для каждой записи в главной таблице, в подчиненной таблице есть связанный с нею набор записей. Открыть нужную в данный момент таблицу можно из меню «Таблица». Однако чаще всего вносить изменения приходится лишь несколько таблиц, поэтому удобнее такие таблицы вывести сразу на экран. Для этого и используются вкладки, с которыми можно связать таблицы из базы данных. Скрыть вкладку и соответствующую ей таблицу можно, сняв галочку напротив названия таблицы из контекстного меню любой вкладки. А вот создать новую вкладку уже нужно в окне «Настройки». Выбираем пункт «Настройки» из меню «Сервис» и нажимаем кнопочку «Плюсик» и затем выбираем таблицу, для которой хотим создать вкладку. Таким образом мы создали новую вкладку «Договоры» для одноименной таблицы. Ниже вкладок расположена панель инструментов. На панели собраны кнопки, выполняющие разнообразные действия с главной таблицей на активной вкладке. На вкладке «Товары» слева от главной таблицы расположено дерево, построенное по значениям столбца «Товарная группа». Выбирая в дереве его ветви, можно быстро вывести в главной таблице только те записи, для которых значение в «Товарная группа» совпадает с тем, что выбрано в дереве. Скрыть и снова вывести на экран дерево можно с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов. Над главной таблицей расположена панель фильтров. С помощью фильтров, которые представляют собой набор условий вывода данных в главной таблице текущей вкладки, можно производить гибкий отбор нужных записей по одному или нескольким критериям. Например, чтобы вывести в главной таблице только мониторы с ценой, превышающей 3000 рублей, необходимо поставить галочку напротив строки, в котором указана товарная группа «Условие содержит значение монитора» и поставить галочку напротив строки с полем «Цена», «Больше» или «Равно» и значение указать 3000. Давайте отобразим столбец «Цена» и теперь нажав кнопку «Обновить» в таблице выводится лишь товарная группа со значением монитора и ценой, превышающей 3000 рублей. Также в строке с названием таблицы и кратким описанием мы можем увидеть, сколько строк присутствует в таблице отфильтровано и сколько всего строк содержит таблица. Чтобы отключить фильтры, достаточно снять соответствующие галочки. Скрыть и снова вывести на экран панель фильтров можно также с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов. Под главной таблицей на текущей вкладке товара расположена подчиненная таблица компоненты. При выборе в главной таблице строки в подчиненной таблице отображаются данные, связанные с этой записью. В данном случае для каждого товара в главной таблице мы видим, из каких компонентов он состоит. Справа от подчиненной таблицы есть изображение выбранной в ней товара. Это особый тип поля, который может иметь главная таблица для хранения изображения чего-либо. И, наконец, в самом низу окна программы располагается строка состояния, в которую вводятся такие полезные сведения, как текущий процесс выполняемой программы, путь к текущей базе данных, ее размер, текущая дата и т.д. Для скрытия отображения этих сведений достаточно снять или установить соответствующую галочку в контекстном меню строке состояния. Теперь о внесении данных в таблице. По умолчанию ввод и изменение данных происходит непосредственно в самой таблице, но также есть возможность редактировать данные через специальное диалоговое окно, которое можно включить сразу для всех таблиц в базе данных или только для определенных. Давайте на примере таблицы поступления рассмотрим оба способа. В подчиненную таблицу поступившие товары, поскольку в ней достаточно мало полей, будем вносить данные непосредственно в саму таблицу, а в главную через форму ввода. Открываем окно свойств таблицы поступления и включаем опцию редактирования в форме. Теперь любое изменение данных в таблице будет вестись в диалоге. Давайте добавим запись о приходе товара. Нажимаем кнопку на панели инструментов «Добавить новую запись» и в открывшемся диалоге заполняем все поля. Поля, отмеченные красным жирным шрифтом, обязательны к заполнению. Теперь, для только что занесенной в главную таблицу записи о приходе товара, добавим в подчиненную таблицу данные обо всех поступивших товаров. Для этого в главной таблице необходимо выбрать запись. Она у нас уже выбрана, поскольку мы ее только что добавили. И в подчиненную таблицу теперь заносим непосредственно данные в саму таблицу. Так как мы с вами договорились, что данные мы будем вводить первым способом, то есть непосредственно в таблицу. Теперь набираем товар. Все таблицы в программе поддерживают сортировку по любому полю, как в прямом порядке, так и в обратном. Чтобы отсортировать записи в таблице по определенному полю, необходимо щелкнуть по названию столбца мышью. Для сортировки в обратном порядке нужно щелкнуть на заголовки нужного столбца повторно. Кроме того, существует возможность выполнить так называемую множественную сортировку, то есть сортировку одновременно по нескольким полям. При этом данные сначала сортируются по значениям первого поля, а затем при совпадающих значениях первого поля записи сортируются по второму полю. Для этого необходимо щелкнуть на заголовки первого столбца, удерживая клавишу Shift. При этом рядом с направлением со значком направления сортировки появляется номер, означающий первый столбец, по которому произведена сортировка. Затем, также удерживая клавишу Shift, необходимо щелкнуть на заголовки второго столбца. Для сортировки в обратном порядке необходимо также, удерживая клавишу Shift, еще раз щелкнуть на заголовки столбца. Для перемещения столбца нужно зажать заголовок поля и перетащить его в нужную позицию. Для удобства визуализации данных в таблице существует также режим сгруппировки, с помощью которого можно объединить записи в полях по группам. Для использования этой функции необходимо активировать ее в диалоге настроек. После этого над таблицами появится область с текстом «Перетащите сюда», куда и нужно перетащить заголовок столбца, по которому необходимо сгруппировать записи. «Перетащите сюда», куда и нужно перетекать. Продолжение следует... Продолжение следует...